Привет всем! Меня зовут Николай Заколов. Сегодня мы с вами попробуем потренировать технику и выносливость левой и правой руки. Для этого мы с вами возьмем обычное упражнение «сквозное плюс» оно называется. Это, по сути, дело одно и то же, что обычное сквозное. Но разница лишь только в том, что в этом случае мы с вами играем все ноты подряд. И они у нас, получается, друг за дружкой идут. Это достаточно просто играется. В этом случае, который мы сейчас будем с вами разбирать, мы будем тренировать с вами соединение всех двух пальцев. Во-первых, сначала мы с вами будем играть, работать над этими пальцами. Потом будем играть эти пальцы, проигрывать и безымянный с мизинцем. Если в целом посмотреть на это упражнение, то оно достаточно простое. Простое по своему тексту. То есть ничего здесь замысловатого, сложного нет. Мы с вами поставили руку на гриф и сыграли все эти фразы. Смысл здесь лишь в том, что вы играете не по инерции это движение. То есть каждый палец у вас катится, как будто мяч. А здесь у вас идет большая работа головой. То есть вы делаете небольшие акценты на каждый палец. То есть раз, раз, раз. Естественно, это все под метроном. То есть если мы с вами это попробуем сыграть в медленном темпе, то у нас получится такое движение. Здесь мы что делаем? Мы с вами можем отпускать первый палец тогда, когда у нас уже идет второй палец. Можем его держать. Сейчас я не буду его опускать. Вот. И мы доходим с вами до мизинца. Второй вариант исполнения этого упражнения будет с поднятием пальцев. Почему это упражнение достойно внимания? Потому что здесь мы убираем всю инерцию, и у нас с вами идет именно работа головой. Потому что мы не можем, по сути дела, это упражнение сыграть в темпе 200. Потому что, ну, никак вы не сможете поработать над этими пальцами. Может быть, через какой-то промежуток времени у вас это будет получаться. Это будет очень хорошо. То есть это будет говорить о том, что вы координируете каждое свое движение. Но сегодня этот урок у нас будет такая практика. То есть у вас будет под описанием этого видео несколько ссылок на тренажер соответствующий. Каждый себе выберет свой темп и будет играть вместе со мной все ноты. У нас уже с вами было подобное развитие скорости. То есть урок назывался «Как развить скорость на электрогитаре». Вы его, те, кто его не смотрел, можете его посмотреть. Вот. Те, кто его смотрел, то есть можете им заниматься и также заниматься теперь координацией. Но еще и здесь это упражнение, оно больше как на координацию и на выносливость. Итак, я с вами сыграю до пятого лада и уйду назад. У меня что получается? Это последний лад. Я закончил ударом вверх. Теперь, соответственно, мизинчик я повторяю. У меня получается своего рода такая, как будто бы цыганочка получается. Вот. И таким образом мы с вами приходим в самый конец. Значит, это упражнение вам следует играть до последнего вашего лада. В тренажере я его буду играть до 22 лада включительно. То есть это получается у меня вот мизинчик будет приходить на 22 лад. Почему я так сделал? Потому что не у всех гитары с 24 ладами. Поэтому у тех, если у вас гитара 24 лады, и вы хотите играть это упражнение вместе со мной, то будем его играть до 22 лада. Соответственно, первый палец у вас будет на 19 ладу. Когда мы играем мелкие лады, то пальцы у нас с вами обязательно будут отходить от грифа. Иначе вы просто не поместите здесь. И так далее, и так далее. И теперь приступим к тренажеру. Насчет самого упражнения вам понятно. Я думаю, что здесь, в общем-то, сам текст не вызывает каких-то сложностей. Поэтому табулатуру я... Все табулатуры буду теперь размещать у себя на сайте. То есть это также в описании к этому видео. И для тех, кто непонятно, опять-таки же можем записаться на уроки в скайпе. Там я подробно обо всем рассказываю и показываю индивидуально с каждым. Итак, тренажер скорости. Поехали. Продолжение следует...